Привет, дорогие мои! Сегодня вторник, а значит у нас рубрика, где мы учимся чего-нибудь новому, где я делюсь какими-то инсайтами про организацию, про предпринимательство, про соцсети и про многое другое. На днях я вела лекцию про креативность. У меня эта тема вообще очень важна. Я про креативность рассказывала и на своем курсе кухни социальных сетей, на которой сейчас запись закрыта. И вот после этой лекции, которую я провела для молодых педагогов, я подумала, что нужно, пока я еще накрасилась и пока у меня камера стоит, записать что-то для YouTube-канала, потому что тема такая важная и креативность нужна всем. Креативность она не только для художников, писателей или дизайнеров, она также для инженеров, дворников, ютюберов, само собой. В принципе, для абсолютно всех. Креативность — это способ жить, это не только способ работать, это еще и креативить какие-то блюда на ужин или придумать какие-то креативные способы оформления своего дома. То есть креативность, она в принципе нужна всем. Просто кто-то об этом знает, кто об этом не знает. И что такое креативность? Креативность — это не про вот эту музу, которая летит и вы ее за хвост хватаете и давайте кидать, знаете, краски на мольберт или рожать мастера Маргариту. Креативность — это про умение видеть идеи, которые уже есть в мире и из них складывать что-то новое. Это видеть вещи с новой стороны и видеть решение каких-то проблем. То есть, может быть, просто проблему вам какую-то нужно решить, это тоже можно сделать именно с креативной стороны, креативным подходом. То есть я свято верю в то, что это мышца, креативность. Если постоянно над ней работать по тем пунктам, например, да, в том числе, о котором я сейчас упомяну, то вы будете жить в этом состоянии и вам потом будет легче начать, легче придумать какие-то идеи, легче найти, например, выход из ситуации, когда у вас уже эта мышца наработана. Лекция, которую я читала, она была длинная, она была на час. Вам я здесь за, сколько там, 10-15 минут, сделаю краткий, скажем так, выжимку из семи пунктов. То есть дам советы, как генерировать идеи или что помогает нам, человеческим существам, генерировать новые идеи. Итак, во-первых, знайте, что вы уже креативны. Все люди креативны по определению. Это врожденное чувство, и в детстве вы все креативили. Вы все строили какие-то замки из подушек и одеял, и кресел. Вы все, пока читали книгу, живо представляли сцены. Жуля, верно, жуля, верно, жуль, верно. Вы свято верили, что казаки-разбойники – это не стрелялки во дворе, а это настоящий дикий запад и так далее. То есть у вас вот это воображение и креативность, они есть. И если вы сейчас во взрослом возрасте не можете легко дать, например, несколько решений какой-то проблемы, когда она у вас возникает, скорее всего, у вас эта мышца немножечко атрофирована. Возможно, вы вот этого ребенка, который в вас есть, да, креативный ребенок, вы за ним не ухаживали, не подкармливали, вы с ним не в контакте. То есть вы сейчас его не слышите. Он, может, вам кричит. Так вот, чтобы научиться делать что-то креативное, вам не нужно себя менять или что-то в себе искать такое, чего не было. Нужно в первую очередь просто открыть то, что уже есть в вас и послушать того ребенка, который есть в вас. И самый вот простой способ это сделать, это вспомнить именно вас как ребенка. Вот себя вспомните. Это сложно, но можно. Посмотрите старые фотографии, поговорите с мамой. Пусть бабушка расскажет, в какие игры вы играли, какие вы были, что вы придумывали, когда вы были маленькие. И это вас вот ментально, это прекрасная практика. Я психотерапевты часто используют для помощи людям с расстройствами личности всего. Господи, себя как ребенка и пытайтесь вспомнить, как это было тогда, когда ваши идеи никто не критиковал. Если ваши идеи в детстве не критиковали, но в большинстве случаев, если у вас картонка от туалетной бумаги это пиратская подзорная труба, то вас вряд ли будут критиковать. Это же круто, пиратская подзорная труба. Так вспомните это ощущение, когда вас никто не критиковал. Вы могли придумать самую дурацкую идею. И все такие, ой, Коленька наш, какой выдумщик. Вот это вот ощущение, в него надо почаще возвращаться. Теперь, чтобы генерить идеи, нужно строить новые нейронные связи. То есть, если у вас мозг так застоялся немножечко, его нужно встряхнуть, как бармен напиток встряхивает, чтобы выстроились новые нейронные связи. Как мы это делаем? Мы едем в путешествие. Окей, сейчас, возможно, не поехать в путешествие, мы просто идем гулять по району города, в котором мы еще не гуляли. То есть, наш город, берем новый район, гуляем. То есть, нам нужны новые впечатления. Они могут быть даже, если вы закрыты на строгий карантин. Запишите, например, конспект вот этого видео левой рукой, если вы правша. И наоборот. Приготовьте на ужин что-нибудь индийское, когда муж или дети от вас ожидают только котлеты с макаронами, а вы попробуйте еще к этому приготовить что-то необычное из совсем другой страны, что вы никогда раньше не готовили. Это вроде мелочь. Но если вы вот эти мелочи в ежедневную жизнь вплетете, у вас мышца понемножку начнет работать, начнет работать, и нейронные связи будут выстраиваться, вы будете делать необычные вещи, и понемножку вы будете считывать то, что надо считывать, искать те кубики, из которых потом будете складывать вашу идею. Третий совет, без которого никакая креативность невозможна по определению, это ресурс и отдых. Ребят, если вам кажется, что вы никогда не придумаете никакой креативный ужин, что вам просто все надоело, что вы хотите только макароны сварить детям, чтобы уже отвалили, вы, скорее всего, просто устали. Это не обязательно, то есть, возможно, есть какие-то другие еще причины, но отдых, это всегда полезно, и в большинстве случаев его хватает. Пополнять наш ресурс, у кого что, у кого-то прогулки, у кого-то медитация, у кого-то сон, а лучше и то, и то, и третье, и десятое, да, но это важно. Потому что ваш мозг, когда устал, он тратит время вообще на то, чтобы выжить, а если вы заполняете ему самые основные базовые нужды, то есть закрываете их, он начинает вдруг взлетать, знаете, там куда-то, в креативные дали. Насмотренность, это четвертый совет, четвертый совет. Насмотренность, она мега важна. Вы не можете в 99.9% стать классным писателем, если вы не читаете. Это возможно, наверное. Ну, зачем тестировать, когда можно, ты точно знаешь, что если ты много читаешь, то у тебя приходят идеи именно в литературе. Вы берете вашу сферу и давайте насматриваться по ней. Вы дизайнер, вы смотрите журналы, блоги, слушаете подкасты. Я гид, я все про Стокгольм сканирую, да? То есть мы ищем вот эти кубики. Кубики, из которых строится идея, они уже есть, они все есть. А вот комбинации уникальные, их еще многие не придумали, их бесконечное множество. Но чтобы построить эту комбинацию, нам нужно увидеть многообразие этих кубиков. Поэтому смотрим, а как делают другие? Ага, и вот просто считываем эту информацию. Главное еще не забывать отдыхать, да, из предыдущего пункта. И понемножку это у нас все укладывается. Но это всегда надо делать, продолжать всегда, иначе будет тотальная стагнация. Например, мой любимый способ насмотренности, это помимо всех профессиональных книг, ну, околопрофессиональных, да, там, Стокгольмская, Шведская что-то, или что-то там про социальные сети, про предпринимательство, я очень люблю читать биографии. Биографии именно креативных людей. Почему именно их? Потому что это не художественная литература. То есть это все реальные события. И ты видишь, вау, этот человек, он придумал вот так. Когда все шли в эту сторону, он пошел в эту. Когда ему говорили, что эта идея плохая, он решил ее потестировать. Биография известных креативных людей – это очень много про то, как они креативили и придумывали какие-то идеи. Поэтому я очень люблю биографию, особенно Стива Джобса, Астрид Лингрен, Альфреда Нобеля. Ну, я вообще немного их читала-то, кстати. Я сейчас буду врать, если я много их читала. Ну, может, там, 2-3 в год сейчас прочитываю, но они же толстые, знаете. Биографии. Но это прекрасный способ. Именно вот про людей мне это заходит. Ребят, следующий совет – крадите как художник. То есть в идеале, конечно, если у вас какая-то совершенно новая идея, которую даже на 1% никто раньше не видел, это значит, вы взяли кубики и составили их в комбинации, в которых ее никогда никто не складывал. Все равно кубики уже существуют, да? А кради как художник – это значит, вы можете чью-то другую комбинацию взять и немножко ее переделать. Это совершенно нормально. Так делают все. Например, подавляющее большинство книг в мире, в западной культуре, надо оговориться, да, написаны с оглядкой на Библию. То есть кто-то говорит, что в Библии уже все сюжеты основные были прописаны. Возможно. Но главное, что почти все, можно сказать, в какой-то мере копируют Библию. И многие делают это подсознательно. И это совершенно нормально. Да, я вам могу на тему Библии в Дженейр и в Гарри Поттер поговорить. Кстати, Гарри Поттер скопировал Дженейр. То есть это совершенно нормально копировать. Главное – не брать 100%. Главное – вдохновиться, позаимствовать парочку идей, присоединить к ним треть, и у вас получится что-то новое. То есть когда я говорю строить из уже существующих кубиков что-то новое, я не говорю, что обязательно ваша идея должна быть мега уникальная. Ваша идея должна быть рабочая. Она, возможно, уже где-то была. Главное – не копировать под копирку. Главное – если вы особенно копируете чью-то идею на какую-то часть в вашей сфере, лучше поговорить с хозяином идей. Вот в моем случае экскурсию, если я буду похожую на кого-то делать, и прям этот человек будет мой вдохновитель. Я, конечно, с ним поговорю. Но вы можете копировать идеи совершенно других сфер. То есть если я гид, я могу пойти прочитать книгу Чака Паланика и его идею подчистую скопировать в экскурсии. Вы можете взять идею того же Альфреда Нобеля какой-то и внедрить в педагогику. То есть поскольку вы вообще сферу меняете, это ни разу не плагиат, это как раз про насмотренность, про креативность. Это и есть креативность. Видеть креативность – ты не из воздуха придумываешь вещи. Креативность – это умение видеть и реализовать это в твоей сфере. Шестой совет – это не бойтесь плохих идей. Многие люди просто не идут дальше, не собирают идей, потому что им кажется, что все идеи плохие. Ребят, отключайте критика. Потом вы сможете включить, когда будете работать над конкретной идеей. А чтобы вообще генерить идеи, нужно осмелеть. Представляете, вы сидите на совещании, и коллега ваш предлагает какие-то глупые идеи, допустим. Вам кажется, что они глупые. А начальник каждый раз ему говорит, «Господи, идиотская идея!» Да никто не пойдет туда, никто не будет слушать. И ты немножко... Ой-ой! Бьёнь, тита, ви гаран, рев! Рев, тита по... Хи! Катур! У меня там за этим прям леса пробежала. Прикол, красивая такая пушистая. Ну, по веранде. Да, начальник, да. И вы видите, как этот коллега все меньше и меньше хочет генерить идеи. А, возможно, если бы он мог генерить эти немножечко, возможно, нерабочие идеи, в какой-то момент ему бы пришла в голову гениальная. А так вы убиваете его креативность на корню. Это делать нельзя ни с коллегами, ни с вашими детьми, ни с самим собой. Поэтому даже самые дебильные идеи, поверьте, многие из них рабочие. И это седьмой совет. Вы все записывайте. Абсолютно все. Астрид Лингрен записывала свои сны. Я записываю идеи для постов. У меня есть папочка в телефоне. Я всегда все записываю. Это даже самые дебильные идеи. Потому что, во-первых, на их фоне потом рабочие идеи будут выигрышно смотреться. И, знаете, в какой-то момент количество перерастает в качество. Вот если вы не чувствуете в себе какой-то мегаталант, только генерить классные идеи, генерите хоть какие. И потом из десяти одна будет рабочая. Но тут главное записывать. Потому что вы что-то придумали, за хвост вам, кажется, поймали, донесу эту музу до дома, потом запишу, сяду, все подробно распишу. А она улетит, она вырвется. Поэтому сразу в телефон записная книжка, вот моментально, чтобы не прошло и там пяти секунд, надо записать идею. Я знаю точно, что если мне идея приходит там в душ, мне нужно прям повторять ее постоянно или выйти из души записать. Иначе она улетучится. Даже если вы думаете, что с памятью у вас все в порядке, к сожалению, это и ваш случай тоже. В результате, если вы будете вот так смотреть на жизнь, что все возможно, да, нет плохих идей, плохие идеи у них тоже есть миссия, будете читать биографии, будете читать другие книги из своей сферы, не из своей сферы, будете иногда возвращаться в это вот тело ребенка и вспоминать, что все классные, самые дурацкие идеи, они просто мега здоровские. Посмотрите Мэри Поппинс, фильм старый и новый. Я недавно их пересмотрела, я прям в плане креатива. Ну, Мэри Поппинс один из самых креативных людей, хотел сказать, персонажей в мире, поэтому она, конечно, вдохновляет. Короче, будете отдыхать, не будете бояться плохих идей, и постепенно ваша мышца будет наращиваться, и поверьте мне, через какое-то время вы просто будете бегать от этих идей. Господи, да уйдите уже, не надо мне столько идей. И вы будете уже молиться, горшочек не вари, каменный цветок не рожайся. Пишите, что вы думаете, подписывайтесь на Инстаграм, на Ютуб. Подписывайтесь, если только для вас это видео было полезно. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok